Деревянная мебель, посуда, стилизованная под старину, и официанты в национальных костюмах. Так в казачьем хуторе встречают журналистов. Как рассказывают в заведении, они здесь постоянные посетители. Гостей кормят борщом, салом и обязательно наливают немного горилки. Здесь Кубань на вкус пробуют журналисты со всего мира. Мы готовим блюда, которые всем нашим русским хорошо известны. Это борщи, шашлык, морс, горилка и прочее. Большинство гостей у нас приходят именно вечером. Русских среди них меньшее количество. Большим спросом среди гостей Олимпийской столицы пользуются и напитки, изготовленные местными заводами. От пенных, которые производят в Кущевке, в восторге даже немцы. Много ценителей появилось и у кубанских вин. Михаил Галиновский из Санкт-Петербурга говорит, местные вина по качеству и вкусу не хуже европейских. Я считаю, что качество выше, чем французское, итальянское и испанское вино. А это уже заведение премиум-класса «Царская охота». На стенах трофеи, а в меню разнообразные блюда на любой вкус. Кстати, во всех заведениях меню на нескольких языках, которыми отлично владеют бармены и официанты. Всего таких ресторанов, кафе и закусочных – 27. Все они участники фестиваля «Кубанское гостеприимство». Заведения с местным колоритом открылись на территории комплекса «Бархатный сезон» и построенного краевой государственной компанией «Центр Омега». Сегодня здесь живут более 10 тысяч человек, в основном иностранные журналисты. Все довольны. Довольны тем, как построил Краснодарский край, в частности, «Центр Омега». Как принимает гостей, как приветствует гостей. И чтобы у каждого человека, посетивший, вот скажу, эту прекрасную задумку, фестиваль ресторанов, наши прекрасные кубанские кореня, было желание вернуться еще раз. Перед организаторами фестиваля ресторанов, департаментом потребительской сферы края и муниципальными образованиями стояла задача создать для гостей уникальный ресторанный комплекс с широким выбором форматов питания, продемонстрировать этнографические особенности региона. В итоге к организации питания на Олимпиаде привлекли не только международных операторов, но и частный бизнес. 27 муниципальных образований выставили именно рестораны, кафе, закусочные с национальной кухней, с интернациональной кухней, для того, чтобы все гости, которые посетят наш город Сочи, чувствовали себя комфортно, уютно. И все наши операторы и муниципальные образования очень старались, чтобы именно донести вот это наше гостеприимство до наших всех гостей. Не просто оценить вкус местных блюд, но и принять участие в народных гуляниях и купить приятные сувениры. Все это на ярмарке регионов. Мед, краснодарский чай, сувениры, в том числе знаменитые русские матрешки. Иностранцы все это раскупают, как горячие пирожки, говорят на ярмарке. Это русские узоры, очень для русской души. И каждому человеку хочется найти на пухню из себя какие-нибудь интересные изделия. Уже в предолимпийские дни фестиваль ресторанов ежедневно принимал более тысячи человек, что будет после окончания зимних игр. Все уже тоже продумано. Немаловажную роль при возведении комплекса «Бархатный сезон» играло постолимпийское наследие. Все гостиницы легко трансформируются в жилые дома. Кафе и рестораны тоже мобильные. Их легко демонтировать и использовать при проведении массовых мероприятий в регионе и за его пределами. Инга Габеша, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.